В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Постребуем духу сегодняшнего времени и позволят системно и качественно развиваться в нашей стране. Активное обсуждение поправок Конституции. Общественная палата «Люберец» приняла участие в слушаниях. Люберцы определили педагога года 2020. Победители представят округ на областном уровне. Какие испытания проходили конкурсанты? Мы обязательно должны воздвигнуть этот памятник, потому что это у нас просто человеческий долг. Когда в округе установят памятник труженикам тыла, активисты обратились за помощью в общественную палату. Этот экзамен нельзя провалить. Горожане обучились, играя и проверили свои знания по раздельному сбору мусора. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Члены региональной и муниципальных общественных палат обсудили поправки к Конституции России, которые внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин. Документы отправили в регионы для изучения и внесения предложений. Основные вопросы, волнующие жителей Московской области, связаны с финансами. Все участники обсуждения обратили внимание на положение об индексации пенсий и МРОД в Конституции. В ходе дискуссии все выступающие, о чем бы они ни говорили потом, они отмечали, что решение социальных вопросов – это, конечно, вопрос узловой. Многие сегодня останавливались и на вопросе, связанный с приоритетом Российской Конституции при выполнении так называемых международных обязательств. Но в этом и смысл обсуждения поправок, с тем, что были высказаны мнения самого разного толка, мы их обобщим и, соответственно, в рабочую группу направим. Поправки в Конституцию вносит специально созданная рабочая группа. После окончательной подготовки изменений в главном законе страны поправки примет Федеральное собрание. В обсуждении проекта закона о поправках Конституции также участвовали руководители и представители общественных организаций Подмосковья. Данные поправки, которые, мы будем надеяться, пройдут общий государственный референдум, на котором все жители смогут высказать свое мнение по данной тематике, являются актуальными и востребованными духом сегодняшнего времени и позволят системно и качественно развиваться в нашей стране. Чувствуется, что жители Подмосковья и представители общественных палат, они переживают это. И их волнует судьба будущего государства и судьба будущей Конституции. Это видно по вопросам, видно по выступлениям. Мы подойдем к этим поправкам с ответственностью гражданской и как жителей Московской области, и как патриотов. Изменения вступят в силу только после общероссийского голосования. Отдать свой голос можно будет только за весь пакет поправок. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Православные верующие отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19 января жители Люберец окунулись в освященные купели. В этом году для традиционных купаний в городском округе оборудовали четыре площадки. Наша съемочная группа побывала на двух из них. Сотни жителей городского округа собрались в ночь с 18 на 19 января в парке Наташинские пруды, чтобы отметить один из древних праздников христианской церкви – Крещение Господне. Перед тем, как верующие окунулись в купель, священник Свято-Троицкого храма Иоанн Сипович совершил литургию и великое освящение воды. У этого праздника много традиций и примет. Считается, что вода, освященная в канун Крещения, приобретает особую силу и свойства. Она может исцелять различные недуги и оставаться свежей в течение трех лет. Во время богослужения принято выпускать в небо голубей – символ Святого Духа. Хочется всем пожелать, всем мирянам, всем нашим люберчанам, всем, кто проживает, сегодня у нас в гостях, я их желаю добра, здоровья, как говорят, благодати Божией, потому что люди заслуживают и доброты, и любви, и, конечно, чтобы все были здоровы. Как только в небе прогремел праздничный салют, в купели окунулись первые смельчаки. Почти каждый, кто выходит из освященной воды, произносит. Фух, хорошо. В этом году празднование Крещения обошлось без одной из главных составляющих – морозов. Верующие окунались в купель при температуре чуть ниже нуля. И если теплая погода спровоцировала многих совершить главный ритуал этого праздника впервые… Да ничего, нормально. Холодно маленько, но хорошо. То для большинства людей купание в Крещенскую ночь – многолетняя традиция. Я купаюсь каждый год. Единственное, пропустил один год, было воспаление легких. Уже десятый год подряд. Верим, надо в святой водичке купаться обязательно. Праздник святой. С праздничком вас. За безопасностью и здоровьем жителей следили сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, дружинники, а также медики и волонтеры. На территории парка работали пункты обогрева. Основные усилия будут сосредоточены на спасателях. Спасатели выделены в количестве 21 человека, которые будут полностью контролировать до последнего человека. Единственным местом в округе, в котором верующие смогли окунуться в проруби, стало Малаховское озеро. Люди входили в Иордань с берега по установленному деревянному помосту. Всего в крещенских купаниях в этом году приняли участие около 7 тысяч люберчан. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления ведомств Люберецкого округа. Работа оперативных служб в Крещении стала основной темой совещания. Все прошло достаточно на уровне в плане правопорядка, не было нарушений. Все было организовано на хорошем уровне. Поэтому, Людей Ильич, вашему личному сердцу огромное спасибо. Кроме усиленного варианта несения службы в Крещенскую ночь, сотрудники полиции решали и рядовые задачи. Так, на минувшей неделе от жителей в правоохранительные органы поступило 2000 обращений. 46 из которых послужили поводом для возбуждения уголовных дел. На Крещенских купаниях за безопасностью следили и 6000 сотрудников МЧС. Люберецким огнеборцам предстояла непростая семидневка. У нас осуществили 34 выезда по сигналу тревоги, участие в ликвидации 13 пожаров. Шесть из которых произошли на территории городского округа Люберца. Два пожара произошли в частном жилом секторе, два в жилых квартирах, один в бытовке строительной и один на автомобильном транспорте. В Люберцах продолжается обновление отслуживших свой срок лифтов. В рамках капитального ремонта МКД заменили 78 из 130 подъемников. Еще 17 лифтов на очереди. Правда, в работе системы ЖКХ на прошедшую неделю не обошлось без сбоев. Произошло одно аварийное отключение на трассе холодного водоснабжения в поселке Томилино, улица Гаршина, дом 1. Произошло повреждение водопровода компании ООО «Энергиом». В ходе работы упала бетонная плита на колодец холодного водоснабжения. Благодаря оперативной работе Люберцкого водоканала, все аварийно-восстановительные работы были проведены в регламентные сроки. 15 января в Люберцах стартовала экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». За время проведения в пять специальных пунктов сбора люберчане принесли 16 кубометров хвойных деревьев. В дальнейшем собранные елки отправят на переработку. Анна Троян, Валерий Абсалявов и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. На водозаборном узле номер 7 установили новое оборудование. Оно предназначено для умягчения воды и способно уменьшать ее жесткость в два раза. Качество главного жизненного источника оценил глава Люберец. Один из старейших в городском округе Люберца, ВЗУ номер 7, обеспечивает водой более 16 тысяч жителей. В зоне его обслуживания 125 МКД, а также две школы, два детских сада и производственные предприятия. Для того, чтобы подавать в эти объекты качественную воду, ВЗУ прошел несколько этапов модернизации. «Было установлено новое оборудование насосное, был проведен капитальный ремонт фильтровального зала с фильтрами, фильтра были капитально отремонтированы. Станция обезжелезования здесь работает давно уже, то есть железа здесь в воде нету, она тоже не превышает Санпин, даже меньше во много раз». Реновация водозаборного узла продолжилась в конце 2019-го. По региональной программе «Чистая вода» здесь установили станцию умягчения главного источника. Жители южной части Люберец получают качественную питьевую воду, соответствующую Санпину. «Надо отдать должное, здесь работает всего один оператор, потому что техника позволяет. Это и слежание за качеством воды, и слежание за работой оборудования, то есть здесь всё автоматизировано». Программа «Чистая вода» реализуется в Люберцах с 2014 года. В округе открываются новые ВЗУ, а в старых предприятиях идёт активная модернизация. Работа по обеспечению жителей округа качественной водой в этом году будет продолжена. Люберецкий подъезд в числе лидеров регионального конкурса. В Подмосковье выбирают лучшую входную группу. Члены жюри, представители Министерства ЖКХ отсмотрели 56 заявок и во второй этап прошли 44 подъезда. Лучшей в городском округе стала входная группа в 18-м доме на Московской улице. Здесь при ремонте соблюли все необходимые критерии, а также украсили весь первый этаж зелёным оазисом. Теперь же, заходя домой, жители встречают природные красоты. Ремонт в подъезде проводил Люберецкий жилищный трест. Рисунки на стены наносил профессиональный художник, а цветовую гамму выбирали вместе с Советом дома. Теперь осталось дождаться подведения итогов конкурса областной комиссии. Результаты огласят уже в конце января. Для одних донорство – это осознанный выбор, а для других оно вдруг становится спасением. Многие из нас могут оказаться как в числе первых, так и вторых. Станции переливания крови – надёжный посредник в борьбе за жизнь. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста в очередной раз провели донорскую акцию. На этот раз специальное медучреждение посетили более 30 человек. За добровольцами наблюдала наша съёмочная группа. Василий Найдёнов – донор со стажем. 11 лет назад коллеги предложили ему поучаствовать в благотворительной акции и поделиться жизненно важным элементом. С тех пор Люберецкую станцию переливания крови он посещает несколько раз в год. Этот визит стал 20-м. Кровь, она не заменила. И если мы не будем делиться ею, то поможет. Если мне она также понадобится, не дай бог, уже будет. Поэтому должны мы помогать друг другу. Традиция проводить донорские акции зародилась у ЛГЖТ 15 лет назад. Тогда профсоюзный комитет организации откликнулся на приглашение медиков. С каждым разом сотрудников управляющей компании, желающих пополнить запасы банка крови, становится всё больше и больше. Очень много сегодня сотрудников, которые впервые решили с нами поучаствовать в этой акции. Огромное им спасибо. Порядка пяти человек. Я думаю, что они будут теперь ходить с нами постоянно. Стать донором может каждый. Люберецкая станция переливания крови принимает добровольцев с понедельника по четверг с 8 до 12. При себе необходимо иметь только паспорт. О состоянии здоровья на месте проверяют специалисты. Луизия Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Придётся ли к месту в округе новый мемориал? На этот вопрос активисты Люберецкого отделения организации «Дети войны» отвечают положительно. Уже несколько лет они настаивают. В Люберцах не хватает памятника труженикам тыла. Однако вопрос о его установке до сих пор остаётся открытым. С какими сложностями сталкиваются общественники, знает Дарья Борисова. Обязательно должны воздвигнуть этот памятник, потому что это у нас просто человеческий долг. Впервые Галина Аринина озвучила это мнение в 2015 году. Тогда от слов быстро перешли к делу. Активисты Люберецкого отделения «Дети войны» вышли со своей идеей на администрацию и даже сделали макет будущего памятника. С ним помог скульптор Александр Рожников. По оценкам специалистов, перенести обелиск с бумаги на Люберецкую землю будет стоить 6 миллионов 200 тысяч рублей. Авторы идеи проекта открыли благотворительный сбор. И тут дело встало. Вы знаете, такого отклика мы не получили от тех, кто обладает финансами. В основном деньги задавали простые люди. Простые люди. Мы собрали небольшую сумму, но она такая, знаете, для нас очень дорогая. Потому что есть такие суммы, которые перечисляли люди, лежачие. Накопить удалось около 200 тысяч рублей. Установить памятник активисты мечтали к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мечта оказалась несбыточной. Сегодня от неё детей войны и тружеников тыла отделяют 6 миллионов рублей и множество организационных вопросов. Прежде всего предстоит решить, где новый мемориал придётся к месту. Если мы подберём вариант размещения, возможно, в завершении этого памятника, и, соответственно, Совет депутатов примет решение, поддерживающее установку памятника по этому месте, то, соответственно, успеем закладной камень в годовщину, в юбилею, попытаться постановить. Активисты сошлись во мнении, что закладной камень будущего памятника станет неплохим подарком ко Дню Победы. Однако останавливаться на этом члены общества «Дети войны» не намерены. В будущем они всё-таки настроены увидеть на месте камня мемориал. За помощью в осуществлении этой мечты активисты планируют обратиться в местный Совет депутатов. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло закрытие 17-х областных рождественских чтений. Конференция прошла в школе номер 59. На этот раз тема никого не оставила равнодушным. Участники обсудили подвиг и веру во время Великой Отечественной войны. Рождественские чтения стали событием традиционным. Они проводятся в России уже более 15 лет. Для обмена опытом на различных площадках встречаются священнослужители, педагоги и представители власти. Рождественские чтения – это очень важное мероприятие в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни. Как связана Русская Православная Церковь и подвиг солдат в сороковые? Ответ на этот вопрос искали участники встречи. Преподаватель музыки и духовного краеведения Кадетской школы Ирина Вартанова свой доклад посвятила роли православия в патриотическом воспитании. Наши дорогие и уважаемые ветераны, замечательные люди, их жизнь на благо отчизны достойна того, чтобы стать примером. И, конечно, встреча с ветеранами – это постоянная, многолетняя, любимая работа наша. По итогам года Ирина Вартанова оказалась в числе лучших в своей сфере, а отличившихся педагогов наградили памятными подарками. Дарья Борисова, Анна Троян и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Пеликан как символ профессионализма. Пернатые наградные статуэтки конкурса «Педагог года» нашли своих обладателей. Соревновательный марафон для «Ну и в два месяца» завершился для наставников юных люберчан во дворце спорта «Триумф». Здесь назвали именно лучших учителей-воспитателей по версии конкурса «Педагог года-2020». Такому размаху позавидует бразильский карнавал. В финале состязания «Педагог года» участники пустились кто в пляс, кто в вокальные партии. Масштаб событий оправдан. Этот конкурс профессионального мастерства стал 30-м в истории Люберецкого округа. В числе главных героев юбилейного события «33 педагога». Самые лучшие учителя, они в Люберцах. Но я думаю, самое главное для каждого учителя – совершенствоваться. Потому что совершенству нет предела. И вот участие в подобных конкурсах, оно поднимает профессионализм. Оно обучает, оно стимулирует. Вот подобные конкурсы, они всегда только в плюс. Это только финал конкурса похож на праздник. В остальном «Педагог года» – это контрольная работа. Два месяца участники проходили испытания открытыми уроками и круглыми столами, чтобы показать уровень своего мастерства. На «Отлично» этот экзамен сдали шесть педагогов, которые стали финалистами. Женскую компанию разбавил учитель физики Сергей Данилов. Мужчины на конкурсе – гости редкие. Но Сергей рискнул составить конкуренцию дамам и нашел в своем плотном расписании уроков место для конкурсной борьбы. Не пожалел. Конкурс «Учитель года», мне кажется, дал воодушевление, стремление вперед проводить все новые интересные уроки. Самое, наверное, один из самых важных моментов – он дал знакомство с новыми людьми, мэтрами педагогии, которые принимали участие в этом конкурсе. Точная наука уступила первую ступень пьедестала дисциплине гуманитарной. Кроме эмоционального багажа, учитель английского языка Екатерина Тюняева получила наградную статуэтку и диплом победителя конкурса. Педагог 41-й гимназии стал лидером в номинации «Учитель года». Я не думала и даже не подозревала, что мы сможем победить. Наша школа сможет выйти вперед. Конечно, может быть, где-то мы и думали, и готовились к победе, но, тем не менее, борьба была хорошей, честной, справедливой. Любой вообще конкурс – это личностный рост, а «Учитель года» – это, мне кажется, ступенька, наверное, не одна, а три вверх. Второй пеликан отправился в детский сад «Светофорик». Его специалист Елена Осипова названа лучшей в номинации «Воспитатель года». Обе победительницы представят Люберцы в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2020». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, Телеканал РТ. 25 января – праздник студентов. Также его принято называть «Татьяниным днем». Дата связана с памятью святой Татьяны Римской. И именно в этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Наша съемочная группа познакомилась с теми, для кого 25 января – двойной праздник. Как и чем живут сегодняшние студенты? В сюжете Анна Троян. Ловись, халява большая и маленькая. Применять известную примету на себя Татьяне Цигуровой не приходится. Студентка юрфака Таможенной Академии – круглая отличница. Пятерок добивается своим трудом. Очередная сессия позади, но девушка не расслабляется. Ведь на кону мощная мотивация – стать федеральным судьей. А того и учеба Татьяне дается легко. Учить большой объем информации – не всегда есть в этом какая-то большая необходимость. Многие отрасли, право, они взаимосвязаны. И, в принципе, необходимо вычленить какие-то особенности. Студенчество – это такое время, когда ты можешь стать более самостоятельным, дисциплинированным. Большинство студентов нашей Академии – это те, кто приехали из других городов. И жизнь в общежитии, она помогает как-то наладить свой быт. По-настоящему взрослая Татьяна Цигурова чувствует себя в полной мере. Все свое свободное время она посвящает научной деятельности. Другая Татьяна, но уже с таможенного факультета, проживает студенчество совсем иначе. Профессиональная баскетболистка – спортивная гордость Таможенной Академии. Спортивные увлечения не то, что не мешают грызть гранит науки, а наоборот, помогают девушке. Спорт, он больше, скорее, являлся сферой, где можно отвлечься, расслабиться, переменить, в принципе, окружение. И как-то собраться, может быть, в какой-то момент выпустить пар. Теперь при участии Татьяны Беловой в УЗИ работает спортивный клуб. Инициативные студенты привлекают единомышленников в ряды любителей активного образа жизни. И защищают честь Академии на соревнованиях. К слову, РТА славится своей внеучебной деятельностью. Для раскрытия талантов и развития интеллектуальных способностей студентов здесь множество направлений. Многогранность личности, она неоспорима. При этом мы понимаем всю важность творческого развития студентов. Это и спортивная деятельность, различные клубы. Это и театральная деятельность. Сами студенты очень часто даже сами себя занимают. Это различные квесты. Ну, естественно, это КВН, мистер и мисс РТА. Все, что связано со студенческими инициативами, это различные виды танцевальных направлений. Да, студенческие годы бесспорно самое лучшее время. И его не теряют даром люберецкие студенты. Они завсегдаты окружных и региональных мероприятий. Участники конкурсов всероссийского масштаба. Победители и лидеры. С праздником, дорогие студенты! Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберчанам предложили сыграть в эко-хоккей и сдать экзамен на экологическую культуру. Необычная игра пришла в округ вместе с одноименной акцией регионального оператора по вывозу мусора. Чтобы победить, не обязательно обуваться в коньки. А вот без знаний о раздельном сборе мусора в эко-хоккее не обойтись. Грызок от яблока нужно всывать в торсырье. Потому что яблоко можно переработать. Стеклянную банку можно переложить в смешанные отходы. За тест по культуре сортировки отходов оценка неуд. Уже год люберчане привыкают к системе раздельного сбора мусора. Но до сих пор разобраться, что здесь к чему, а точнее, что куда, пока удалось не всем. Исправить это взялся региональный оператор «Эколайн Воскресенск». Для этого придумал эко-хоккей, где секции ворот имитируют синие и серые баки, а шайбы – вторсырье и отходы, которые не подлежат переработке. Задача игрока – метко отправить шайбу в нужное цветовое отверстие. Человеку, особенно молодому поколению, это гораздо интереснее, чем просто разделить. Сейчас посредством игры они учатся этому. Они понимают, что кожура от банана идет туда, а пластиковая крышечка от бутылочки идет туда. Точно бьет клюшкой по экологической безграмотности глава округа Владимир Ружицкий. Он разделяет отходы на собственной кухне и метко попадает вторсырьем в синие контейнеры, а органика – в серые. Все больше жителей следует его примеру, но до совершенства еще немало работы. Люди потихоньку привыкают, и мы к этому тоже привыкаем. И надо же тоже отладить, чтобы именно синие контейнеры забирали машины, которые должны забрать синие контейнеры. Поэтому и мы учимся, и наш региональный оператор учится, и люди учатся. Заняться экотренировками жителей округа приглашают на стадион «Торпедо». Его планируют сделать площадкой для занятий экохоккеем. Если не подведет погода, первую большую игру проведут 25 января. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Испытали молодежь на скорость и выносливость. В спортивной школе Олимпийского резерва прошли соревнования по троеборью «Шиповка юных». Традиционный легкоатлетический турнир – один из этапов. Спартакиады «Олимпионик-2020». За два соревновательных дня его участниками стали около 400 школьников. Это воспитанники 19 образовательных учреждений округа. В программе турнира – бег на разные дистанции и прыжки в длину или высоту на выбор. Соревнования имеют две цели. Первая цель – это чтобы посмотреть наш резерв, который может заниматься в нашей школе. И вторая цель – выявить лучшие команды. По итогам соревнований были определены победители в командном и личном зачетах. Лидеров наградили дипломами и медалями. 29 января состоится встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. Мероприятие пройдет в Люберецком дворце культуры. Здесь обсудят вопросы реконструкции Октябрьского проспекта. Начало этой встречи в 18.00. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!